Они готовы выдвигать свежие идеи и становиться настоящими лидерами. В Цизрани состоялся областной слёт активистов ученического самоуправления образовательных организаций. Научиться решать проблемы, стать более ответственным и развить в себе практические навыки. Опытные педагоги и управленцы выступили с мастер-классами для новичков. Слово Владимиру Маркину. Сейчас у вас есть в колонке два плюса, какие-то свои минусы. У вас есть две минуты, чтобы поделиться этими минусами с другим человеком. Простое задание на сплочение нового коллектива. И даёт его девятиклассница Наталья Васильева. Девушка уверена, хорошие отношения, особенно среди будущих управленцев, залог успеха. Совсем недавно ученица Сызранской школы номер 27 стала победителем Всероссийского конкурса лидеров ученического самоуправления в Москве. Теперь своими знаниями делится с начинающими активистами. В этот раз приехало больше участников, чем в прошлом году, чтобы ребята реально развивали ученическое самоуправление, чтобы это было не только на документах, а правда была деятельность. То есть сейчас этим мы занимаемся в разных площадках. В Сызранском центре образования из разных уголков Самарской области собрались те, кто готов предлагать идеи по развитию школьной жизни. Пока ученики только начинают приобретать необходимые навыки для работы в команде. Внимательно слушают мастер-классы более опытных ровесников. Юные активисты составляют пробные проекты по принципу «от цели к положительному результату». В этом году реализуется стажерская площадка, которая распространяет лучший опыт работы. Это дворец творчества детей и молодежи, город Сызрань. Здесь замечательно сложилась традиция развивать ученическое самоуправление. Это технология, которая помогает ребятам освоить навыки взрослой жизни, уметь брать на себя ответственность, уметь принимать решения. Стать лидером может каждый. Было бы желание стараться. Еще один триумфатор Всероссийского конкурса лидеров ученического самоуправления Ростислав Родионов на своем примере рассказал, какие проблемы можно решать совместно. В нашей школе встала проблема, что школьников не устраивала наша школьная форма, которую выбрали родители. Хотелось чего-то более современного, более молодежного. И мы вышли с инициативой на общешкольную конференцию, предложили директору администрации школы и родителям немного видоизменить форму. И у нас это, конечно, получилось. Мы достигли этих результатов. В этом году на мастер-классы приехали свыше 200 активистов. Обмен опытом, тренировка навыков – лишь начальные ступеньки к большим свершениям, уверены участники. Теперь главное – научиться применять их на практике. В следующий раз эксперты и юные управленцы встретятся в рамках слета 15 ноября. Владимир Маркин, Алексей Гриднев, Новости губернии, Сызрань.